Космический телескоп Хаббл, агент NASA ISA, впервые обнаружил органическую молекулу на планете другой звезды. Этот прорыв является важным шагом в процессе, в конце которого мы обнаружим жизнь на планетах вне Солнечной системы. Это Хаббл Каст. Новости и изображения от телескопа Хаббл агентству NASA ISA. Путешествие через время и пространство с нашим ведущим, доктор Джей А.К. Доктор Джулиску. Добро пожаловать в Хаббл Каст. В 12 эпизоде мы сообщали об открытии дымки и красных закатов на внеземной планете HD 189733B. Теперь совершенно новая серия замечательных наблюдений Хаббла показала, что ее атмосфера также содержит большое количество метана. Метан – одна из главных составляющих натурального газа. Впервые органическая молекула найдена на планете вне Солнечной системы. HD 189733B находится на расстоянии в 63 световых года в созвездии Лисички. Она настолько массивна и горяча, что вряд ли может быть обитаемой. Эта планета типа горячий Юпитер и расположена настолько близко к своей звезде, что совершает полный оборот вокруг нее всего за два дня. Открытие было совершено после количественных наблюдений, проведенных в мае 2007 года с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона и мультиобъектного спектрометра Хаббла. Оно также подтверждает существование молекул воды в планетной атмосфере, установленной телескопом Спицер в 2007 году. При определенных обстоятельствах метан может играть ключевую жизнь в добиологической химии. Насколько мы знаем, химические реакции необходимы для формирования жизни. На Земле метан, состоящий из водорода и углерода, может производиться множеством различных причин, как техногенного плана, такие источники, как свалки и продукты распада, выделяющиеся при вырабатывании энергии, так и естественного, термиты, океанские водоросли и крупный рогатый скот. Но поскольку температура атмосферы этой газообразной планеты достигает убийственных 900 градусов Цельсия, существование жизни там абсолютно невозможно. Другими словами, скорее всего, на поверхности этой планеты коров нет. Вместо этого метан, возможно, производится какими-то сложными химическими процессами в атмосфере, которые мы еще до конца не понимаем. Новые изменения – важный шаг навстречу нашей конечной цели к определению условий, таких как температура, давление, движение воздушных масс, облака, химия планет, где могла бы существовать жизнь. Благодаря удачному стечению обстоятельств, Земля, планета и ее звезда расположены на одной линии, что позволяет делать эту работу. Когда планета движется перед звездой, как это видно с Земли, небольшая часть света проходит прямо через ее атмосферу, перед тем, как попасть на зеркало Хаббла. Таким образом, химические составляющие атмосферы оставляют свои уникальные отпечатки в этом свете, и астрономы могут затем увидеть эти отпечатки в спектре звезды. Изучая тысячи и тысячи отпечатков химических элементов планетной атмосферы в звездном спектре, астрономы могут определить ее состав. Открытие метана было сюрпризом для многих. Астрономы также удивлены количеством метана в планетной атмосфере, которая значительно больше, чем предсказывала теория. Конечная цель таких исследований – определить дебиологические молекулы в атмосферах планет в так называемых зонах населенности около других звезд. Таких зонах, где температура достаточная для того, чтобы вода оставалась жидкой, не замерзала и не испарялась. Кто знает, что мы еще найдем. Это доктор Джей, и я завершаю Хаббл каст. И снова природа удивила нас больше, чем самое смелое воображение. Субтитры создавал DimaTorzok